В десятом задании нужно сопоставить реки и города. Посмотрим на карту. Постараемся визуально запомнить, что к чему. Итак, здесь у нас река Райбл, ниже идёт Мёрси, ещё ниже идёт река в виде такого крючка, это тренд, она прямо посередине. Тренды у нас всегда в центре внимания, поэтому вспоминаем, что тренд в середине. Река Северн, река Уай. Мы учим всё это сейчас. Ниже река Экс, на маленькой карте вы ещё можете видеть реку Ичин. Выше идёт Великий Уз, Грейт Уз, он прямо очень длинный. Это самые известные реки Англии, постараемся их запомнить каждую по отдельности. Первая река Уир, её не было на карте. В городе Дарем, смотрим на город, она где-то у нас посередине протекает. Дальше идёт река Грейт Уз, вот она здесь отмечена, в Северном море. Город Илай. Река Экс протекает в городе Эксетер, это та река, на которой мы могли заработать один балл, потому что у них схожи корни, её бы мы угадали. Дальше река Уай, Хиа Форд, город. Обратите внимание, где она находится. Это очень длинная река, 215 километров. Река Мёрси в Ливерпуле, она находится чуть выше Трента. Трент своим таким полуботиночком даёт пинка Мёрси. Река Тейм находится в Манчестере. Тоже этой реки у нас не было на карте, но мы можем видеть, что она вот таким кусочком протекает. Река Трент, наш ботиночек в центре карты. Город Ноттинге. Следующая река Райбл, город Престон. Помните, где находится эта река? Она находится над Мёрси, выше. Райбл, город Престон. А вы ещё помните, в каком городе находится река Мёрси? Кто запомнил правильно, Ливерпуль. Следующая река Ичин, Саусхэмптон. Река эта у нас была таким полукружочком. И последняя река на сегодня это Северн в городе Уорчестер. Она у нас уже в другую сторону полукругом каким-то течёт. Хотя на этой карте мы можем видеть отдельные участки, и она такая более серпантинная. Теперь постарайтесь перед тем, как проверить ответы, вспомнить, к какому городу какая река. Мы точно помним, что к реке Экс относится город Эксетер, а к какому городу относится река Уир? Даром. И так далее. Проверьте себя, постарайтесь выучить хотя бы пять рек и городов, и увеличим свои географические познания рек Англии. Продолжение следует...